10 июля 1934 года был создан Общесоюзный Народный Комиссариат Внутренних Дел, объединивший в своем составе милицию и органы государственной безопасности. Начиная с хрущевских времен, аббревиатура НКВД в либерально-исторических публикациях обычно ассоциируется с мрачными ярлыками сталинских репрессий, ежовщины, внесудебных расправ и тому подобных ужасов. При этом как-то забывается, что вообще-то структуры образца МВД, хотя и могущие носить чуть иное название, с давних времен и по сей день успешно функционируют практически во всех странах, не исключая и тех, кого принято относить теми же либералами к истинным светочам свободы и демократии. Но вот в тоталитарном Советском Союзе вплоть до 1934 года Центрального Ведомства Внутренних Дел просто не было, в отличие от соответствующих структур, во входящих в Союз Национальных Республиках. Вообще, если говорить на чистоту, то известный еще с советских времен тезис Гитлера, накануне его нападения на нашу страну, СССР это колосс на глиняных ногах, который распадется сразу после начала войны, возник отюд не на пустом месте. Он имел под собою довольно серьезные основания, о которых фюреру наверняка докладывали его советники, особенно шеф Абвера, адмирал Вильгельм Франц Канарис, в качестве добропорядочного британского агента, делавший все, чтобы убедить главу Третьего Рейха в том, что война с большевиками окажется легкой прогулкой Блицкрига. Просто такие двойные агенты чуток не договаривали насчет того, что глиняные ноги советского колосса, избыточная децентрализация на грани довольно-таки рыхлой конфедерации, это уже в прошлом. Эти правда. По первой конституции СССР 1924 года в исключительном ведении центра было всего пять направлений. По иностранным делам, военным и морским делам, внешней торговле, путям сообщений, почтам и телеграфам. Еще столько же ведомств считалось объединенными, союзно-республиканскими, высший совет народного хозяйства, продовольствия, труда, финансов и рабочей крестьянской инспекции. И все. Остальное было в ведении почти исключительно руководства союзными республиками. Интегрирующими скрепами были лишь единая компартия СССР, ВКПБ, ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, да еще рабочая крестьянская красная армия. Да и то со многими... нюансами. В частности было немало вопросов по степени реальной коммунистичности значительного числа коммунистов в отдельных республиках СССР. На Украине, например, хотя местную компартию и возглавлял верный соратник Иосифа Весереновича Сталина Лазарь Моисеевич Каганович, будущий глава наркомата путей сообщения, но, например, украинским совнаркомом несколько лет руководил бывший боротьбист, то есть фактически левый СССР с местной спецификой, Панас Петрович Любченко. Товарищи, на канале Огнев Матта Яна Огнева выходят видео и подкасты в основном на тему малоизвестной истории. Затрагиваются межвоенный период, холодная война и малоизвестные государства. Автор планирует расширять круг тем, освещаемых на канале, и проводить стримы. Очень старается и любит свое дело. Подписывайтесь и пишите, что вы от Зайцевского. Политику коренизации, насильственного насаждения мовы, да еще варианте, который с упоением использовали и бежавшие за океан Петлюровцы с бандерасами, и нынешние свидомые нацисты, проводил добрых полтора десятилетия нарком просвещения скрипник Николай Алексеевич. Классик украинской советской поэзии Владимир Николаевич Сосюра в гражданскую войну воевал на стороне петлюровцев. А первую книгу его стихов издал на средства, награбленные в ходе еврейских погромов, атаман Волох Емельян Иванович. В Средней же Азии ситуация с кадрами была еще плачевнее. Например, в Бухарской Народной Социалистической Республике была такая еще до образования СССР, и про нее даже был ролик. В 1921 году на сторону басмачей и тюркских националистов переметнулись даже глава ВЦИК. То есть, грубо говоря, президент Усман Хаджа Пулат Хаджаев, а еще военный министр, командующий Первой Бухарской армией, и ряда других товарищей, которые оказались совсем не товарищами, если вспомнить иронический афоризм советских лет. Надежда на общесоюзную армию? Ну, таковая она после окончания гражданской войны оставалась больше лишь с точки зрения ее командного состава. Ведь в ходе вынужденных в связи с окончанием гражданской и тяжелым экономическим положением страны реформ, численность РКК в кратчайшие сроки была сокращена с прежних пяти, с лишним миллионов, а в десятеро. Причем, как не без иронии писал в своих мемуарах бежавший на закат в конце 20-х годов секретарь Сталина, Борис Георгиевич Бажанов, несколько месяцев у СССР практически вообще не было армии. Но за границей этого, к счастью, не заметили. А важнейшим элементом армейской реформы как раз и стал переход на территориально-милиционный принцип формирования вооруженных сил, когда до 1935 года почти 60% как минимум стрелковых частей формировались в качестве подразделений одного города, или района, области, где за исключением немногочисленных командиров служили лишь местные уроженцы. Да еще и служба эта протекала в этакой очно-заочной форме, в виде нескольких курсов по 2-3 месяца, между основными занятиями этих, с позволения сказать, красноармейцев. Конечно, полной аналогии американской национальной гвардии, организационно подчиненной губернатором отдельных штатов, такие части не были. Командование все-таки слушалось лишь команд из Москвы. Но вот стали бы выполнять приказы командиров рядовые бойцы из местных, если бы те шли в разрез с их настроениями, был ведь уже негативный опыт времен Керенщины, со созданием национальных подразделений из украинцев, латышей и так далее. Что в конце концов привело не только к еще более скорому развалу фронта против германских войск, но и формированию будущих национальных армий и разгулу сепаратизма. Кстати, подобный негативный опыт РКК получила и в самом начале уже Великой Отечественной войны, когда, понадеявшись на действительно высокую поддержку населения прибалтийских тогда еще государств о референдумах по вхождению их в состав СССР, местные армии оставили практически в прежнем составе, лишь переименовав их в стрелковые корпуса РКК, да добавив кадровых советских командиров. Закончилось это тем, что бойцы новоиспеченных корпусов после начала 22 июня 1941 года большей частью, а в лучшем случае, просто разбежались по домам. А в худшем, перестреляв советских командиров, перешли на сторону гитлеровцев. Хотя, конечно, и среди них были настоящие патриоты единой страны, готовые бороться до конца. Увы, оказавшиеся в меньшинстве. Вот и получается, что единственной реальной силой, готовой бороться с потенциальным контрреволюционным сепаратизмом среди элит и части населения союзных республик в первые годы советской власти было лишь ОГПУ, Объединенное Государственное Политическое Управление, наследник Грозной ВЧК, Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Но при всем уважении к профессионализму и эффективности этой структуры, она, по определению, была создана больше для разведывательной, контрразведывательной и контрподрывной работы с использованием максимум точечных воздействий. Однако, в случае сколь-нибудь массовых мятежей, силы ОГПУ могли казаться явно недостаточными, а куда более многочисленная милиция, между тем, в это время была подчинена лишь местным властям, среди которых, как указывалось выше, однозначно надежными были далеко не все их представители. Так что тезис о колоссе на глиняных ногах в отношении СССР в 20-е годы был, увы, не совсем уж беспочвенным. К счастью, осознавало это и высшее руководство страны, а потому и начало принимать адекватные меры к исправлению ситуации. Одно из них и стали действия, направленные на предотвращение концентрации слишком большой части над силовыми структурами в руках руководства союзных республик. Соответствующие шаги были проведены в два этапа. Первым из них стало решение союзного в ЦИК о ликвидации республиканских НКВД в принципе. Это не означало, конечно, полного ростовской милиции и других структур таких наркоматов. Лишь упразднение их единых центров управления на уровне столиц республик и переподчинение этих структур напрямую местным ЦИК и Советам Народных Комиссаров. Что, с другой стороны, создавало вместо прежних единых НКВД ряд мелких квази-наркоматов, небольших управлений с отдельными независимыми друг от друга начальниками и пропорциональным снижением влияния таких измельчившихся структур вместо прежней объединенной. Еще более важным моментом стало резкое усиление влияния на деятельность и особенно подбор кадрового состава осколков прежних республиканских наркоматов со стороны ОГПУ. Пока, наконец, последнее не удалось довести до однозначно приемлемого уровня, в том числе и в аспекте понимания правильной иерархии своего начальства, в которой местные республиканские руководители играли хоть и почетную, но все же отнюдь не решающую роль. И лишь тогда, когда такая подготовительная работа была в целом проведена, и вышел указ в ЦИК СССР об учреждении общесоюзного НКВД. Не просто объединивший милицию и ряд других структур внутренних дел в союзных республиках под единым контролем Центра, но воздавший куда более мощную службу, объединившую в своем составе не только эти самые внутренние дела, но и госбезопасность. Ведь прежнее ОГПУ вошло в состав НКВД. Впрочем, вхождение ОГПУ в новый наркомат не должно никого обманывать. Хотя эта служба действительно теперь стала работать в качестве главного управления государственной безопасности НКВД. Но реально речь шла о, скорее наоборот, поглощении бывшим ОГПУ разрозненных структур прежних ведомств внутренних дел. Об этом говорит уже хотя бы назначение наркомом НКВД Генриха Григорьевича Ягоды, прежде руководившим как раз ОГПУ. Кстати, про не того поля ягоду был ролик. Можно заметить, подобный ход в отечественной истории отмечался не в первый и не в последний раз. В самые первые годы советской власти, например, руководить НКВД РСФСР назначался один из лучших организаторов того времени, глава ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. А, например, в 1982 году, после своего избрания генеральным секретарем ЦК КПСС, Юрий Владимирович Андропов назначил шефом МВД генерала КГБ Виталия Васильевича Федорчука. Не в последнюю очередь, конечно, в качестве выходца из структуры, который сам новый генсек руководил с 1967 года, в противовес прежнему Брежневскому министру Николаю Анисимовичу Щелокову и его кадрам. Но также и потому, что при любом раскладе КГБ было структурой как минимум наименее коррумпированной, особенно в сравнении с милицией, в которой в годы Брежневского застоя это явление стало отмечаться отнюдь не в единичных случаях. Довольно интересным моментом при организации НКВД СССР является и то, что союзным республикам тоже были возвращены их местные соответствующие наркоматы. Но в их число не вошла РСФСР. То есть по отдельным областям и районам были соответствующие управления и уполномоченные, но подчинялись они напрямую общесоюзному наркомату. И даже после того, как по новой Сталинской Конституции 1936 года Советской России тоже стал полагаться отдельный наркомат внутренних дел, должность его руководителя оставалась лакантной вплоть до 1955 года, когда при Никите Сергеевиче Хрущеве туда, уже в МВД РСФСР, был назначен живой министр. А судя по всему, причины этого на первый взгляд странного решения сродни тем же, что и в отсутствии у России в советские времена отдельной собственной компартии, с долей юмора, изложенной в ответе видного соратника Иосифа Иссарионовича Сталина Вячеслава Михайловича Молотова на ответствующий вопрос своего внука, ныне известного политика Вячеслава Алексеевича Никонова. Когда будет КПРФ, то союз развалится, потому что КПСС — несущая конструкция. Что, в общем, и подтвердило появление КПРФ Ивана Кузьмича Полоскова под самый занавес перестройки, которая просто радикально форсировала процесс распада великой страны. До образования собственной российской компартии обкомы на территории РСФСР получали указания непосредственно от ЦК КПСС. Приблизительно по тому же принципу работали и российские структуры НКВД, позже МВД, вплоть до 1955 года. Кстати сказать, великий реформатор и куда больший волюнтарист Хрущев не миновал своим вниманием и МВД тоже, упразднив его как общесоюзную структуру в начале 1960 года. Хорошо еще, что уже извлеченный из нее КГБ, тогда упразднять не стали, оставив, ну, хоть какой-то контроль над республиканскими элитами. Увы, их поддержка при избрании генеральных секретарей ЦК КПСС после смерти Сталина была важнейшим фактором победы любого кандидата на этот высший пост в партии и в стране, после чего победителям приходилось благодарить своих выборщиков за оказанную помощь. В первую очередь, конечно же, снижением контроля над их не всегда благовидной деятельностью, в силу чего, начиная с 60-х, масштаб коррупции в Кавказских и Среднеазиатских республиках начал просто зашкаливать. Правда, Леонид Ильич Брежнев, опиравшийся в первую очередь на помощь хоть и региональных, но все же выросших в европейских республиках Днепропетровского и Молдавского кланов, рискнул возродить в 1966 году общесоюзное тогда еще Министерство охраны общественного порядка. Правда, при жизни дорогого Леонида Ильича данное ведомство жизнь всевозможным Рашидовым особо не осложняло, так что они не протестовали против превращения МООП в ужасного полноценного МВД СССР спустя пару лет, в 1968 году. Однако, с приходом ко власти Андропова, следователи, в том числе и этой структуры, смогли дать жару топ-взяточникам и на юге России, и в южных республиках Союза, особенно Узбекистане. После этого экспериментов с упразднением Единого ведомства внутренних дел в масштабах страны уже не делалось. Что в СССР, что в независимой России. Наоборот, один из самых первых шагов, сделанных Борисом Николаевичем Ельзином после подписания Беловежских соглашений, была организация в конце декабря Суперминистерства Безопасности и Внутренних Дел. Даром, что Борис непредсказуемый позиционировал себя как непримиримый борец с тоталитарным прошлым, но соединить под единым руководством все неармейские силовые структуры вполне себе в духе сталинского НКВД попытался. Правда, попытку эту пресек Конституционный суд, и первый президент РФ особо не упирался, снова разукрупнив свое творение до отдельных ведомств безопасности и внутренних дел. Что ж, политики приходят и уходят, а государство остается. И создание примерно 80 лет назад НКВД СССР однозначно является важнейшей датой в отечественной истории, основательно укрепившая нашу страну накануне гитлеровского нашествия, сыгравшая значительную роль в превращении рыхлой фактической конфедерации в могучую сверхдержаву. Такие дела. Предлагайте свои идеи, поддерживайте меня на Бусти, в соцсети в описании, на Бусти ролики выходят на миссис раньше. Огромной вам удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok